Андрей Каменьков с первых дней создания будущей архитектурной жемчужины Бобруйска включился в благую миссию. Сразу мужчина предложил Равину свою помощь в качестве волонтера, а чуть позже стал вкладывать свои средства. Сегодня христианин участвует в строительстве беседки с декором иудейской тематики. Иудаизм дал человечеству очень много. Ну, прежде всего, начиная от Моисея, 10 заповедей, которые все знают, правда. Лицо земли изменено, и конституция многих стран, они основываются базово на этих принципах. Поэтому я очень рад, что это развивается, и это поднимает людей, делает добро тоже для других. Я знаю людей лично, которые отозвались также на этот проект, и своими финансами участвуют в нем. И эти люди тоже исповедуют веру в Иисуса. Величину помощи мужчина хотел бы сохранить в тайне. Уверен, что благотворительность не повод для славы. Равин Шауль Хабаба не против. Он рад любой, даже самой малой помощи. Тем более, что в эти дни работает уникальная программа. Спонсоры готовы увеличить каждый вклад в четыре раза. Единственное условие – участие горожан. Идея такова, что когда у человека есть партнеры дополнительные, приятно ему помочь. Когда люди знают, что благодаря них это 25% объект был строен, они будут отоститься к нему. Они вложили в нем. Да, это будет рубль, но твоего рубля был четвертый час, 25% из того, что было вложено здесь. Мой сын 15 рублей, он чувствовал, ну, и он молодец, но спасибо ему большое, потому что это 60 в итоге. Идея уникальная, и я уверен, что мы завершим ее даже сегодня вечером. У нас лимит, который мы должны собирать, это около 50 тысяч долларов. 32 был первый лимит, 32 тысяч. Мы первые из СНГ, которые получали. Сегодня в 11 часов уже все звонили, поздравили, что 100% минимальный, 32 мы уже собрали. Спонсоры готовы и дальше увеличивать вклады неравнодушных, но уже в два раза. На сегодня в проект вложено 35 тысяч. Сколько потребуется еще, подсчитать сложно. 4 августа, день Икс. Ворота уникального музея откроют для всех посетителей. В числе гостей ожидаются благотворители из дальнего зарубежья. Ангелина Дикун, Владимир Гребеневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.